Антарктида Почему нам это так важно и почему Антарктида вдруг нам стала интересна по отношению к России, которая за многие тысячи километров находится? Каким образом это на нас может повлиять? Как известно, климатические изменения обусловлены двумя главными факторами. Это первые космофизические факторы, ну и в первую очередь это изменение энергетики Солнца, которое и создает все те климатические условия на нашей планете. И второй фактор, который наиболее сейчас моден, популярен, развивается огромнейшее экологическое направление и прочие научные исследования. Это антропогенное влияние на изменение климата. Но вот на первый фактор, на космофизический, вообще-то человечество повлиять не может. И ничего, вот создать какие-то меры она не может. А что такое Антарктика? Антарктика – это единственный континент на планете, на котором отсутствует промышленность, сельское хозяйство, транспортные, крупные транспортные сети и крупные урбанизированные поселения, которые выделяют этот углекислый газ и так далее. Значит, таким образом, именно только в Антарктике мы можем фиксировать те климатические изменения, которые происходят в результате космофизических факторов, но никак не антропогенных. Почему нам это важно? А почему для России-то это важно? А у нас, не надо забывать, что более 60% территории Российской Федерации находится в зоне вечной мерзлоты. И любое повышение температуры может иметь, ну, просто эффект ядерной войны, потому что разрушатся фундаменты зданий, опоры, линии электропередач, нефти и газопроводов, взлетно-посадочные полосы аэродромов, железные дороги, которые по вечной мерзлоте, а тут же Байкал-Амурская магистраль, в частности, проложена. И, наконец, третья задача, которая влияет на безопасность нашей страны, это наземное обеспечение космической деятельности Российской Федерации. Как известно, мы можем осуществлять эффективный мониторинг за состоянием околоземного космического пространства с территорией Российской Федерации не дальше, чем параллель 30 градусов южной широты. Южный океан очень богат биологическими ресурсами. Это, в первую очередь, плавниковые рыбы и такое сырье, очень важное, как криль. Это главные маленькие такие ракообразные существа, которые играют роль главного объекта в сети трофических связей между живыми организмами Южного океана. Вот, потому что крилем питаются и птицы морские, и рыбы питаются, и так далее, и так далее. То есть, вот это главный такой объект. Но это очень ценный природный объект, и его добыча еще находится на таких зачаточных уровнях, но многие страны рассматривают. Есть, существует специальное международное соглашение, в частности, это Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, которая была принята в 1980 году, и Советский Союз, теперь Российская Федерация, является правопродолжателем деятельности СССР в этой конвенции. Мы продолжаем осуществлять нам промысел. В 2002 году на Консультативном совещании по договору об Антарктике, это высший форум договора об Антарктике, наша страна представила рабочий документ, который определил российский подход в выполнении геологических исследований в рамках вот этой статьи 7 протокола по охранению окружающей следы. В соответствии с этим подходом у нас существует 4 различных градации проведения геологических исследований. Первая – это рекогнозировочная, ну это просто понимание ситуации геологического строения. Вторая – это региональная, когда уже конкретные регионы исследуются. Третья стадия – это уже геолого-разведочная. А четвертая стадия – это экономическая оценка состояния месторождения полезных ископаемых. Протокол по охране окружающей среды принят на 50 лет. Он вступил в свою юридическую силу в 1998 году, таким образом его срок остекает в 2048 году. И, безусловно, мы должны держать руку на пульсе, и мы, не выполняя геолого-разведочных работ, мы должны создавать условия для наших геологов, ученых-геологов, для того, чтобы они могли составить прогнозные оценки. Те исследования, которые в нашем институте были сделаны по геофизике – это исследования космической погоны, влияние магнитосферы на атмосферу, на другие техногенные инженерные сооружения, которые существуют. Это тоже очень серьезный, большой был результат. Ну, в меньшей степени это исследования изменения современного климата. Это в меньшей степени. Ну, вот это вот были... Ну, а когда мы открыли озеро Восток, естественно, этому сопутствующему и предшественникам этого были работы по палеоклиматической реконструкции глицологического строения ледника Антарктиды, когда, по данным нашего глубокого бурения, ледового бурения на станции Восток, вот была восстановлена изменчивость, кривая изменчивости климата за последние 420 тысяч лет, тысяч, если история христианства 2 тысячи лет, 420, вот, и которая показала, что существуют 100-летние крупные климатические циклы, которые меняются от процессов оледенения до процессов деглициации ледников. Вот в Антарктиде вот 4 таких... А мы сейчас на каком? У нас сейчас вот такой, будем говорить, промежуточный цикл, когда мы должны сейчас начаться снова к похолоданию. Редактор субтитров А.Семкин